Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня Карачаева, Черкесия и ее столица отмечают день рождения. С праздником жителей республики поздравил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайко, главу субъектов Северного Кавказа и другие официальные лица. Слова поздравлений жителям Карачаева, Черкесии адресует и глава республики Рашид Темрезов. Этот праздник объединяет все поколения жителей Карачаева, Черкесии, от столетних аксакалов до самых юных граждан. Общими усилиями, год за годом, мы меняем жизнь нашего региона к лучшему. Нам многое удается. Сегодня Карачаева, Черкесия – это активно развивающийся туризм, высокая инвестиционная привлекательность, крепкое сельское хозяйство, эффективная промышленность, передовая энергетика, активное строительство, современное здравоохранение, качественное образование и, конечно, яркая самобытная культура. А столица республики Черкесск – это город, который преображается год от года, становится все более комфортным для жизни, ярким и современным. При этом не теряет своего очарования и уюта, бережно хранит памятники старины. Самая большая наша ценность – согласие и дружба многонационального народа нашей республики, объединенного общей целью – созидать, трудиться ради благополучия нашей общей любимой Родины. В этот праздничный день желаю счастья, здоровья и удачи, процветания и благополучия каждому дому. В Карачаево-Черкесии празднование Дня Республики и Дня города Черкеска началось с возложения цветов к мемориалу «Огонь вечной славы» и к памятнику советскому солдату. Председатель Народного собрания Республики Александр Иванов, премьер-министр Мурат Аргунов, члены правительства и администрации главы, руководство республиканской столицы посетили Парк Победы, чтобы отдать дань уважения всем тем, кто отстаивал честь, свободу и независимость Родины в самых разных точках мира. Память о павших воинах бесценна, в их честь горит вечный огонь. Героизм, доблесть, мужество и подвиг защитников Отечества, среди которых и наши земляки будут вечно жить в сердцах поколений. Вечная слава героям, низкий поклон участникам Великой Отечественной войны, за мирное небо над головой отметили собравшиеся. Сегодня в зоне СВО рождается новое поколение героев, и Карачаева-Черкесия гордится своими защитниками Отечества. Одним из наиболее значимых событий первой части празднования Дней Карачаевой-Черкесии и ее региональной столицы стало открытие обновленной каскадной лестницы в парк «Зеленый остров». Участие в торжественном мероприятии приняли представители органов исполнительной и законодательной власти в республике и Черкесске, а также учащиеся образовательных учреждений города. Новый спуск к месту массового пребывания людей проверил и наш корреспондент Артур Мхце. Долгожданное открытие обновленной каскадной лестницы просто не могло обойтись без праздника. Огромное количество посетителей парка «Зеленый остров» пришли к стеле «Дружбы народов», чтобы в числе первых оценить созданный после реализации проекта «Комфорт». Среди почетных гостей представители органов власти в республике и Черкесске, здесь же учащиеся образовательных организаций города, а также творческие коллективы. Символично, что праздничное действие началось со сменявших друг друга танцев народов Карачао-Черкесии, как бы демонстрируя единение жителей республики. Далее все участники мероприятия спустились по каскадной лестнице на территорию парка культуры и отдыха, где их ожидали многочисленные развлекательные площадки. Праздничное настроение читалось в глазах каждого, кто наблюдал за происходящим. И в этот момент даже не верилось, что еще несколько месяцев назад основной вход на «Зеленый остров» считался проблемным. Узнаваемый всеми облик этот спуск парк «Зеленый остров» приобрел около 60 лет назад. Тогда в торжественной обстановке открывали прежнюю каскадную лестницу. С тех пор для благоустройства одной из главных достопримечательностей региональной столицы было сделано очень многое. Однако сам спуск постепенно приходил в негодность. Работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» начались здесь в мае текущего года. Сделать предстояло очень многое. Все-таки за десятилетия эксплуатации лестница пришла в почти полную негодность. Не добавляла радости и отсутствия на спуске нормального освещения. Было проложено около 2500 погонных метров проводов. Все расключено. Установлено 34 светильника пятирожковых, которые дают очень хороший свет в ночи. Также установлено около 250 грунтовых светильников на ступеньках и на площадках для того, чтобы максимально предотвратить свечение людям в глаза. А вот что думают о внесенных изменениях сами горожане. Думается, теперь обновленный основной спуск в парк и, разумеется, сама территория отдыха будут пользоваться у жителей и гостей республиканского центра еще большей популярностью. А ведь в перспективе на Зеленом острове также планируется создать экологическую зону с тематическими развлекательными площадками. Установить смотровые пункты, кинотеатр под открытым небом и многое другое. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачао-Черкесия. Сегодня в республике появилось на свет шесть граждан России. В перинатальном центре Черкеска состоялась традиционная церемония вручения подарков от главы Карачао-Черкесии Рашуда Тимрезова. Новорожденных малышей и их мам поздравил министр здравоохранения республики Казим Шаманов. Он зачитал приветственный адрес от главы республики, пожелал родителям, чтобы их дети стали достойными гражданами большой и малой родины. А также выразил благодарность всему персоналу медицинского учреждения за профессионализм и заботу о здоровье. В этот день всем молодым мамам вручили памятные подарки и поздравительные грамоты от имени главы Карачао-Черкесии. Рождение детей – это праздник, это радость, это новая жизнь, это новый гражданин нашей России, это новый гражданин Карачао-Черкесской республики, который, мы уверены, будет ее прославлять, продвигать. Это наше богатство основное, наши дети. Мы радуемся рождению каждого ребенка во все 365 дней в году. А это знаменательная дата, это уже хорошая традиция у нас стала, приезжать в перинатальный центр и поздравлять детишек, которые рождаются в День Республики. Эту традицию завел глава республики. Быть мамой – это большое счастье, особенно, когда я родила своего сына в День Республики. Чувствую себя очень счастливой мамочкой. К теме празднования Дня Республики и ее столицы мы еще вернемся. А сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременная дождь и гроза. Ветер северный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-12 в горах до плюс 6, а днем 21-26 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесске без существенных осадков ветер северный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 23-25 градусов тепла. В этом году страна отмечает 100-летний юбилей Расула Гамзатова. В Культурно-историческом музейном центре Рум-Каламала-Крачевского района состоялась фотовыставка, посвященная творчеству известного поэта. Подробности у Арии Баташева. Твой журавлиный стан уже курлычет, отправившись в далекие края, И хоть нас поименно кличет, из-под небес еще душа твоя. Стихотворение Расула Гамзатова «Прощай, Расул» поразило меня своей глубиной и искренностью, говорит старшеклассник Мухаммад Салпагара. Содержало очень большой смысл. Мне очень понравилось оно тем, что там было очень много проницательных слов. И оно было очень трогательное. Тебя это побудило как-то обратиться к дальнейшему творчеству поэта этого? Открыть книгу, какие-то другие сборники почитать? Я постараюсь в дальнейшем найти его книги и постараюсь их прочитать. Интересный поэт Кавказа. Я его вообще считаю. Тут даже говорить дагестанский, какой-то и так далее. О нем надо говорить, наверное, на масштабе всего Кавказа. России, Советского Союза мы говорили, мы знаем. В первой строчке четверостишья. Горе женщине доверить хоть какой-нибудь секрет. Завладеет, в душу влезет, от нее покоя нет. О том, как звучат произведения поэта на родном аварском языке, продемонстрировал представитель Дагестана в Карачаево-Черкесии Магомед Магомедов. Фотографии автора текста легендарных журавлей, представленные на выставке уникальны. На одной из фотографий Расул Гамзатов вместе с Чингизом Айтматовым, Кайсином Кулиевым, Муслимом Магомаевым и другими известными людьми страны и республики. О биографии творческого пути аварского поэта рассказали в ходе презентации, подготовленной учащимися старших классов 11-й школы села Учкикен. Но на этом знакомство с творчеством Расула Гамзатова не заканчивается, говорят учителя. Дальше я им на внеклассных мероприятиях буду давать стихотворения, произведения Расула Гамзатова, чтобы они еще больше познакомились с творчеством такого великого поэта. А у вас есть какие-то сады? Ну, журавли. Это вот что-то. Вот каждый раз слушаю, читаю, особенно, когда поют артисты, певцы с таким хорошим, до слез. В честь юбилея Расула Гамзатова, представителями Дагестана и Малокарачаевского района, было посажено декоративное дерево, специально привезенное с родины великого поэта Кавказа и всей страны. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. И возвращаясь к празднику, в канун своего 101-го дня рождения, Карачаева-Черкесия приняла 22-й международный фестиваль искусств в мир Кавказу. Мероприятие собрало большое количество творческих коллективов, деятелей культуры и искусств, а также эстрадных исполнителей из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Свои яркие номера жителям нашей республики, во всех ее без исключения муниципалитетах, представили ансамбли и сольные исполнители из регионов Северо-Кавказского и Южного федерального округов, а также ЛНР, Херсонской области, Республик Абхазия и Южная Осетия. Кого принимали город Карачаевский и Карачаевский район, узнаете из материала Ахмата Халкечева. Вот уже на протяжении более двух десятков лет фестиваль «Мир Кавказу» ежегодно собирает лучших вокалистов, мастеров народного искусства и хореографические коллективы не только регионов Юга России, но и стран ближнего зарубежья, с которыми нас объединяет общая культура и история. Переходящая право хозяйки фестиваля Карачаева-Черкесии в этом году досталась впервые. Жители и гости города Карачаевска в эти праздничные дни своими яркими музыкально-хореографическими номерами радуют гости из Кабардино-Балкарии. Это коллектив легендарного государственного ансамбля «Балкария» и эстрадный исполнитель Руслан Мусукаев. Давно здесь не были, нас поражает природа, горы, вот эта красота. Сегодня солнечный день, и мы с удовольствием полюбовались еще раз. Желаю процветания Карачаево-Черкесскому народу, городу Карачаевску. Вот сегодня мы здесь, поэтому особое пожелание. Дай Аллах, чтобы народы процветали, жили в мире, в согласии. Жители города ждут этого представления. Надеюсь, наши жители города получат особое удовольствие лицезреть танцы ассамбля «Балкария». Ну и наши гости останутся с хорошим впечатлением, с хорошими эмоциями. Покинут так наш город. И действительно, красота и грация всех без исключения хореографических номеров в исполнении артистов ансамбля «Балкария» никого не оставили равнодушными. Ну а жители Карачаевского района со 101 днем рождения вечно молодой Карачаево-Черкесии поздравляют иностранные гости, заслуженная артистка Юго-Осетинской республики Нина Гатикоева и коллектив государственного ансамбля «Симп», обладатели гран-при сочинского фестиваля «Жемчужный Олимп». Хочется, конечно, вам понравиться, хочется оставить очень хорошее, теплое впечатление о себе. И мы постараемся все возможное сделать. Помимо концертной части, фестиваль еще имеет и весьма обширную культурно-просветительскую часть. Познакомиться с творениями мастеров народных промыслов и этнографического искусства гости и жители Карачаево-Черкесии в эти праздничные дни смогут на главной пешеходной зоне республиканской столицы по улице Первомайская. Ахмад Алкечев, Медина Жанкезова, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаево-Черкесия. В эти минуты на главной площади Карачаево-Черкесии в честь дня рождения нашей республики и города Черкесска идет гала-концерт в рамках 22-го международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу». Наша гостеприимная Карачаево-Черкесия приняла творческие коллективы СКФО, ЮФО, ЛНР, Херсонская область и Республика Абхазия и Южная Осетия. От имени главы и правительства республики с приветственным и поздравительным словом выступил председатель Народного собрания Александр Иванов. Он поблагодарил гостей и жителей Карачаево-Черкесии, пожелал мира и благополучия в каждый дом. Ну а на главной сцене Карачаево-Черкесии артисты подарили свои лучшие вокальные и хореографические номера тысячам зрителей. Зажигательная лесгинка, лиричные и патриотичные песни сменяли друг друга, создавая праздничную атмосферу. Подробнее о фестивале «Мир Кавказу» мы расскажем в понедельник в наших информационных выпусках. Это все вести на сегодня. Коллектив ГТРК «Карачаево-Черкесия» присоединяется к поздравлениям. Желаем нашей любимой Карачаево-Черкесии и Черкесску дальнейшего процветания. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу. Ну-ка все вместе. Хороших выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!